МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только объединив усилия власти, муниципальных и правоохранительных органов, можно прийти к позитивному результату – снижению преступности в регионе. Об этом мы не только говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка при главе республики. Подводя итоги работы в прошлом году, глава Чувашия отметил, уровень преступности в республике в целом снизился. Что особенно важно, сократилось количество тяжких и особо тяжких деяний. Большую роль в этом играет консолидация усилий всех структур. А значит, координационное совещание со своими задачами справляется. В то же время расслабляться рано. Высоким остается уровень экономической преступности. Количество уголовных дел, связанных с коррупцией, увеличилось. В Чувашии сложной остается и ситуация с рецидивной преступностью. По итогам прошлого года она возросла на 14%. Каждое второе преступление в республике совершено лицами, ранее уже судимыми. Наибольшее количество отмечено на территории Чебоксарского, АлатРовского, Шумерлинского, Цивильского, Ядринского, Козловского, Марпасадского, Канарского районов. В прошедшем году такими лицами больше совершено умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, хулиганств. По мнению прокурора Чувашия Владимира Метелина, недостаточно эффективно работают советы по профилактике на местах. Система создана, но в некоторых районах она постоянно почему-то работает с бесконечными сбуями. Нет достаточного спроса должностных лиц, которые за это дело отвечают. Главы эти направления как следует не отслеживают. Прокурор предложил активнее работать с судимыми гражданами, чтобы достичь положительных результатов. Глава республики заострил внимание и на другом не менее важном вопросе. В республике около 1300 детей-сирот стоят в очереди за социальным жильем. Бюджетные средства на строительство жилья для них выделяются и немалые. Так, в прошлом году на эти цели в муниципалитеты республики было направлено более 200 миллионов рублей. На этот год заложено около 230 миллионов рублей. А вовремя предоставить жилье нуждающимся все же не получается. Сироты остаются без жилья из-за недобросовестных подрядчиков. Из-за того, что тендеры и конкурсы на строительство выигрывают фирмы, которые жилье потом вовсе не строят. Либо делают это с нарушениями. Михаил Игнатьев настойчиво порекомендовал главам администрации районов контролировать этот вопрос постоянно. Татьяна Трофимова, Леонид Клейман, Республика. Прокуратура Маргаушского района взяла под контроль деятельность местного сельхозпредприятия. С прошлого года его работникам перестали выплачивать зарплату. Долг перед аграриями скопился солидный. Материалы проведенной проверки уже переданы в следственное управление. Сейчас решается вопрос о привлечении руководителей к ответственности. Председатель предприятия утверждает, что в ближайшее время задолженность сократить не удастся. Хозяйство выплачивает миллионные кредиты. Долго ли еще работники просидят с затянутыми поясами, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Строительство свинофермы, приобретение новых тракторов и комбайнов, закупка семян и удобрений. За два года в хозяйстве «Свобода» накопили огромные долги перед банками. Когда пришло время их возвращать, дела на предприятии пошли неважно. Выплаты по миллиону рублей в месяц. Первым делом покосили кредиты, взятые еще в 2010-м, на минимизацию последствий засухи. К концу прошлого года работникам хозяйства пришлось потуже затянуть пояса. Собственно, с июня месяца вот эти пролонгинные кредиты выплачивают по миллиону ежемесячно, по декабрь месяц. За шесть месяцев выплатили шесть миллионов кредитов. Кредитные истории тоже не хочется испортить. Все уже стараемся. Сейчас на банковские счета хозяйство отчисляет по полмиллиона рублей. Но финансовое состояние предприятия от этого не улучшается. Выручка минимальная, зарабатывать удается только на продажу молока. А тут на носу и весеннеполевые работы. Расходы немалые. Необходимо приобрести несколько тонн ГСМ, гербициды и удобрения. Трудно будет как выдавать. Но поступлений в уручки сжимало. Только продаем молоко. Не хватит там на зарплату. Кредиты надо платить где-то в феврале месяце. Сейчас где-то 600 тысяч надо платить. Около 900, ну там 900 с лишним тысяч выручка. 700 тысяч кредит платить. Нечему давать очень тяжело, конечно. Пока хозяйство выплачивает кредиты и готовится к страде, копятся долги перед работниками. Заработную плату за ноябрь и декабрь они получили недавно. Деньги на счетах предприятия появились после продажи племенного скота. Что делать дальше, вопрос сложный. Сейчас на ферме содержат только поросят. Реализовать их невозможно. Откармливать животных будут до конца апреля. Прогнозы далеко не оптимистичные. По всей видимости, на сухом пайке работникам свободы придется просидеть и всю весну. Основную часть урожая они уже распродали. И на сегодняшний момент все-таки они, как они предположили, задолженность будет оставаться, потому что будут дальнейшие расходы, которые связаны с посевом. По внесенному представлению, которое мы вносили, они обещали рассчитаться с той задолженностью, которая была хотя бы за 2012 год. Справка предоставлена буквально 2-3 дня назад о том, что долг полностью закрыт. Сейчас предприятие должно выплатить своим работникам больше 1 миллиона рублей. Некоторые, не дожидаясь денежных выплат, вместо зарплаты вывозят из хозяйства солому, зерно и живых поросят. На горизонте новые проблемы. Цены на мясо снижаются, затраты на его производство могут и вовсе не окупиться. Тогда хозяйство увязнет в долговой яме еще глубже. Однако закон суров, но это закон. И ответственность перед работниками никто не отменял. Дмитрий Ковалев, Леонид Клейман, Республика. Сегодня представители городской администрации и депутаты в очередной раз вышли на улицы столицы. Воездное заседание провели там, где размещаются нестационарные торговые объекты. Проще говоря, киоски. Вместе с народными избранниками в рейд вышла и наша съемочная группа. Таких киосков в Чубаксарах около тысячи. Все они разные по размеру и цветовому оформлению. Правда, многим из них требуется ремонт. Ведь с момента открытия хозяева, некоторых из них даже не обновляли краску на фасадах, не меняли вывески. Рядом с новыми домами и торговыми центрами эти строения выглядят уродливо. Порой они мешают свободному перемещению людей и уборке улиц. В ближайшее время от невзрачных и неудобных гостей из прошлого намерены избавиться. Администрация города хочет комплексно обновить, чтобы предприниматели обновили все свои киоски. И поэтому продление делаем на полгода. Они обновляют киоск, после этого на пять лет им даем аренду. А если он не обновит за эти полгода, то уже будем убирать. Сейчас 50% киосков в городе подлежат замене. Кроме этого, власти Чуваксар планируют благоустроить и городские остановки. Вносится дополнительно 25 мест, где будет совмещен нестационарный торговый объект с остановочным павильоном. 25 остановок сейчас определили, где есть возможность установить вот такого же плана красивые остановочные павильоны, которые будут уже разрабатываться совместно с нашим главным архитектором. Преимущества подобных остановок налицо. Здесь можно и от ветра спрятаться в ожидании заветной маршрутки, и купить журнал, газету или сувенир в подарок. На информационных табло благодаря системе ГЛОНАСС можно будет отслеживать график движения городского транспорта. Сейчас самое важное, это то, чтобы мы этот проект обкатали. Очень хотелось бы посмотреть, как будет работать система ГЛОНАСС. Но судя по практике других городов, в которых это уже есть, работает довольно-таки все успешно, и пассажиры в первую очередь, это направлено для них, они очень довольны. В планах появление интеллектуальных остановок с зонами Wi-Fi и электронными терминалами. Первый такой остановочный комплекс должен появиться у Покровско-Татьянинского собора уже в этом году. На очереди новые павильоны у кинотеатра «Сейспель» и на улице Афанасьева в Чебоксарах. Их эскизные проекты уже согласованы. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Большие и маленькие города все чаще сталкиваются с проблемой вывоза мусора. В Чебоксарах к ее разрешению приложили максимум усилий. Городскому предприятию поставили мусоровозы из Германии. Машины выбраны не случайно. В течение двух суток представители Германии, производители машин и настроек для мусоровозов совместно с ИАО спецавтохозяйства, объезжали столицу, в том числе и свалку. Вся эта работа проводилась с одной целью – подобрать оптимальные модели для города. Раньше мусоровозы не могли проехать по узким проходам. Теперь эта проблема решена. Но помимо компактности, у новых машин немало других преимуществ. Преимущество, допустим, вот этой техники, она позволяет за счет более современных примененных технологий, то есть загружать в себя больше мусора, тратить на это значительно меньше времени, более чем в два раза. Соответственно, один экипаж может заменить три, а где-то, может быть, и четыре машины. То есть, соответственно, это позволяет тариф на вывоз мусора удержать в той же ценовой категории, как и было. В новой технике на данный момент одни плюсы – уменьшаются транспортные расходы, облегчается работа водителей мусоровозов. Тут более современное оборудование стоит, которое ускоряет процесс погрузки, выгрузки. Стоят видеокамеры, которые для безопасности водителей, обслуживающих персонала, которые работают сзади. Стоит счетчик, он сзади, видно его, который считает количество подъемов, контейнеров, которые погрузила машина. Планируется завести 16 машин и по мере возможности заменить контейнеры на евровариант до конца года. При поддержке городского бюджета эта операция бесплатная, как для населения, так и для юридических лиц, работающие со спецавтохозяйством. Мария Данилова, Александр Петров, Республика. Чебоксары и Новочебоксарск налаживают контакты. На градостроительном совещании депутаты городских собраний, представители местных властей двух городов поделились своими заботами и обменялись опытом в сфере строительства. Как считают депутаты, соседям не хватает общения друг с другом. Это положение дел нужно менять, ведь города расположены близко и связаны общими сетями. Вопросы и проблемы актуальны для обоих городов. Разница кадастровой и рыночной стоимости земли, размещение нестационарных объектов на территории города, изменение зон градостроительного планирования. Разместить, я условно говорю, там, пятиэтажный жилой дом. По парковкам, по размещению объекта, по пожарным требованиям, у него все соответствует. Вот вы на основании чего говорите, мы тебе не дадим разрешения до тех пор, пока ты нам проект планировки не принесешь. Строительный план земельного участка выдадим. Выдаем. Правильно? Мы ему градостроительный план земельного участка выдадим, но там, значит, ты услышишь. В их условиях прописываем. Необходимо разработать проект планировки территории. Речь за круглым столом шла о точечной застройке. Впрочем, эта главная боль, как выяснилось, лишь у столицы республики. В городе Спутники проблема решена. Они очень правильно сделали, когда происходило закрепление земельных участков за многоквартирными домами. Поэтому у них не возникает сейчас много таких вопросов, как уплотнительная застройка, потому что земли ничейной нет. Она вся закреплена за многоквартирными домами. Чебоксары, к сожалению, в свое время пошли по иному пути. Закрепление земли происходило очень ограниченно. Практически лишь участка, на котором построен дом. Именно поэтому возникла ситуация, когда земля между двумя домами ничья. Отсюда разрешение на уплотнительную застройку. Сейчас мы в городе эту ситуацию исправляем. Пытаемся исключить это все, закреплять земли за многоквартирными домами, чтобы такой ситуации впредь не было. Ну и самое главное, что мы сейчас в городе, если вы знаете, уже очень часто проводим общественные слушания. Почти каждую неделю информируем население о том, что будет строиться, где и как. Чебоксары и Новочебоксарск – города, у которых разные истории развития. В Новочебоксарске нет садов в черте города, частного сектора, что присуще столице. Тем не менее, депутаты отметили, что поднятые вопросы требуют более подробного совместного обсуждения. Обмениваться опытом нужно и в нормотворческой деятельности. Представители Новочебоксарской делегации высказали за то, чтобы подобные встречи стали регулярными. И следующий круглый стол прошел в городе-спутнике. Нынефат Агирова, Евгений Анисимов, Республика. Они ждали свою квартиру более 10 лет. Стояли в очереди, собирали документы, ходили по инстанциям. Это сражение за квадратные метры преподаватели лицея-интерната имени Лебедева все-таки выиграли. Ситуацию удалось изменить после обращения в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Теперь шесть чебоксарских семей принимают подарки на новоселье. Благоустроенная однокомнатная квартира, рядом лес, детский сад и школа. Воспитатель Елена Федорова говорит о таком комфорте и не мечтала. В общественную приемную Медведева она обратилась от отчаяния. Признается, на скорое решение квартирного вопроса уже не надеялась. Но спустя шесть месяцев ей позвонили и сообщили. Жилье выделено. Раньше я жила в Чувашском национальном лице имени Лебедева. Там я жила в общежитии. Там пять семей в общежитии. Вот у меня 22 квадратных метра было. Условия, там есть условия. Вот одна кухня на пять семей у нас была. Даже непривычно мне, как сказать, с общежития сразу на квартиру. Условия для меня пока еще, как сказать, не привыкла. Римма Гаврилова, мама троих детей, получила просторную трехкомнатную квартиру. Долгие годы семья ютилась в общежитии лицея. Жилье предоставлено по договору социального найма. Но в дальнейшем квартиру Гавриловой планируют приватизировать. Со своей жилищной проблемой мы обратились в июне в общественную приемную партии «Единая Россия». Сотрудники общественной приемной смогли нам указать, куда нам идти, кто может нам помочь. Огромное спасибо всем сотрудникам. Условия хорошие. Будем жить и работать дальше. Через месяц нам сказали, что временную регистрацию можно сделать. А потом уже законы там сейчас очень быстро меняются. Если будет возможность выкупить, мы, конечно, постараемся. Проблема педагогов лицея имени Лебедева решена. Но подобных житейских историй в республике сотни. Регионально-общественная приемная никогда не пустует. Люди приходят сюда с надеждой на помощь и понимание. Все письменные обращения граждан сразу же идут в работу. Есть вопросы, конечно, и по улучшению жилищных условий. Особенно обращаются те, которые работают в бюджетной сфере. Ну и немало, конечно, вопросов, особенно по городу Чебоксары, ну и по некоторым другим городам Чувашской республики. Это уплотнительные застройки. Вот эти вопросы, конечно, волнуют жильцов. Главная задача общественной приемной – помочь всем обратившимся. Ни одно заявление или письмо не остается без ответа или бесплатной юридической консультации. Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика. Продолжается декларационная кампания 2013. Как обычно, процесс заполнения документов у многих граждан вызывает трудности. Чтобы радость от выполненного долга не омрачалась трудностями технического характера, налоговые органы проводят дни открытых дверей. В налоговых инспекциях Чувашии наблюдался такой же ажиотаж, как в престижном ВУЗе во время приема. За два с половиной дня сюда пришли более трех тысяч человек, от которых принято около двух с половиной тысяч деклараций. И это заметно больше, чем в прошлом году. Налогоплательщиков привлекает возможность получить во время дней открытых дверей консультации по вопросам налогового законодательства, уточнить сроки, узнать о налоговых вычетах, познакомиться с интернет-сервисами Федеральной налоговой службы. Работники УФСИН отметили свой профессиональный праздник. В этом году исполняется 133 года со дня образования службы исполнения наказания в России. В прошлом она входила в состав различных министерств. Сегодня ведомство претерпевает серьезные изменения. Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. Об итогах и планах на будущее говорили на торжественном собрании в честь праздника. Профессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной системы официально отмечается в марте 2010 года. Ранее праздник, в честь создания УИЗ, относился к ведомственным датам. Главные гости на празднике – те, кто десятилетиями создавал систему, совершенствовал ее, кто стоял на страже закона. Особую признательность ветеранам, продолжающим вести активную работу в качестве наставников молодых специалистов, в своем поздравительном письме выразил директор ФСИН России Геннадий Корниенко. Благодаря вашему профессионализму, неравнодушию и добросовестному исполнению служебных обязанностей, сегодня удается успешно решать задачи, поставленные перед нами руководством страны. Уверен, что только совместными усилиями мы добьемся положительных результатов в работе по дальнейшему совершенствованию и укреплению уголовно-исполнительной системы. С уважением, директор ФСИН России, генерал-полковник Корниенко. Без сомнения, труд работников СИЗО и исправительных учреждений является непростым, особенно в психологическом плане. Профессия эта связана с постоянным риском для здоровья и жизни. Наша служба тоже очень опасная, трудная, сложная и многогранная, потому что каждый наш сотрудник, особенно тот, который работает в исправительных колониях, естественных изоляторах, они ходят каждый день по стрию ножа. Но в то же время она отличается от всех других служб. Мы работаем с человеком, мы работаем с душой человека. А это далеко не каждому дано. Для такой работы необходимы такие личностные качества, как хладнокровие, психологическая устойчивость, смелость и терпение. Поэтому труд работников уголовно-исполнительной системы ежегодно отмечается ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами главы Республики, Госсовета Чувашия. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Любитель покататься с ветерком. В Чебоксарах на одном из пригородных маршрутов появился необычный пассажир. Водители его давно полюбили и даже приютили в своем гараже. От них он не надходит ни на шаг. Часто сопровождает в поездках, а к некоторым наведывается в гости. Кто-то его уже успел назвать Чебоксарским хатико. Правда, в отличие от четвероногого героя фильма, наша собака беспородная, обычная дворняшка. Хотя, замечают многие, она довольно-таки умная. В этом убедились и мои коллеги. Усевшись поудобнее, под заднее кресло дворняга Мухомор отправляется в путь. На этом маршруте собака знает каждую остановку. Вот так, каждый день четвероногий пассажир добирается до Ново-Чебоксарска, а потом возвращается обратно. Откуда у животного такая страсть к поездкам, водители не понимают. Хотя в салон его пускают без лишних споров. Выгнать Мухомора из машины не решается никто. Ну, уже кто относится, кто хорошо относится, кто так. За версту Мухомор узнает каждую машину. Водители говорят, собака очень привередливая. Русский автопром ей не по душе. Для своих путешествий с точки А в точку Б дворняжка выбирает только зарубежные автобусы. Где бы ни находился Мухомор, в дорогу он выдвигается только на 331 маршруте. Другие маршрутки он избегает принципиально. Водители говорят, что собака уже изучила и марки машин, и их номера. На базе этого пригородного маршрута Мухомор появился три года назад. Бездомную собаку водители пожалели, накормили и приютили в гараже. Думали, что ненадолго, но пес для всех стал любимцем. И только потом водители заметили, что их питомец – очень воспитанное животное. Он вообще такой джентльмен. Появился года три, наверное, четыре назад. Пришел вот так потихоньку, потихоньку, в ворота зашел. Потом постепенно там на базу стал ходить. Потом его тут подкармливали стали. Ну и все, и так поселился. Мухомором его прозвали водители. Местные жители подобрали более ласковую кличку – Шарик. В районе об этой собаке знают многие. Говорят, что пес не берет подачек от незнакомых людей. Кормится только из руководителей. Ну, здесь вот, да, собак травят. Поэтому вот он за счет этого, наверное, выживает. Может, этот какой-то, что-то срабатывает у него. Рефлекс, может, как-то жизнь научил. Откуда взялся мухомор, до сих пор неизвестно. Над этим ломают голову все. Некоторые всерьез предполагают, что его предыдущий хозяин тоже подрабатывал водителем. Видимо, с тех пор у пса и появилась страсть к поездкам. Наталья Ковалев, Леонид Клейман. Республика. Сегодня на национальном телевидении Чуваши стартует реалити-проект «Зачетные студентки». Вы сможете увидеть, как лучшие студентки вузов и СУЗов Чувашской республики сражаются за звание самой интеллектуальной, самой красивой и талантливой. Возможно, они могли стать лучшими подругами и делиться друг с другом своими секретами. Но этого уже не случится. Шесть девушек из различных учебных заведений Чубаксар будут бороться только за одну корону. Смотрите новый проект «Зачетные студентки» сегодня в 20.45 и далее каждый вторник. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова